Если машина застряла в грязи, то без лопаты обойтись невозможно. Вторую строчку в этом списке занимает любой подручный материал. Кусок ткани, коврик. В общем, все, что можно подложить при случае под колеса, тем самым улучшить сцепление. На третьей строчке домкрат, ну а дальше буксировочный трос, электрическая лебедка, колесные цепи. Вообще, отправляясь в путешествие, лучше взять как можно больше вещей с собой. На самые неожиданные случаи вдруг пригодятся. Где места точно хватит, так это в пикапах. Настоящие рабочие лошадки, способные перевезти тяжелый или габаритный груз. Они обладают достаточно мощным мотором и хорошей проходимостью. Иван Зинкевич узнал, какие новинки этого класса ждут нас в ближайшем будущем. Крупные пикапы – самые большие автомобили. Здесь не экономят ни на размерах, ни на мощности двигателей и не обращают внимания на экономичность. Сегодня у них даже есть свои подклассы. Они все не очень скоростные, зато хороши на бездорожье. Но это их сегодняшние характеристики. А поменяется ли что-то завтра? Американцы из РЭМ тестируют новое поколение пикапа HD у себя на родине в Мичигане. Эта машина чуть больше стандартной 1500-й модели. Тестовый образец практически не отличается от старшего собрата. Те же линии кузова, фары видна только увеличенная решетка радиатора. Что касается двигателей, то главным будет турбодизель на 6,7 литров, мощностью более 400 лошадиных сил. Также должен появиться бензиновый силовой агрегат на 6,4 литра. Правда, его мощность пока неизвестна. Презентация состоится в следующем году. Джип тестирует новый скрамблер. Впервые машина станет четырехдверной. Даже несмотря на камуфляж, она смотрится очень стильно и по-мужски, но все равно видны черты родственного Вранглера. Базовым двигателем будет бензиновый V6 объемом 3,6 литра, мощностью 285 лошадиных сил. Работающий в паре с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Также ожидается двухлитровый турбированный силовой агрегат мощностью 270 лошадиных сил. И трехлитровый дизель, а чуть позже и гибрид. Презентация новинки состоится в январе 2019 года на детроитском автосалоне. Mitsubishi проводит испытания обновленного пикапа L200. Тесты проходят в Германии. Пикап получит новое лицо. Теперь он будет похож на Pajero Sport. Боковая часть осталась такой же. Задняя получит более узкие фары в стиле Eclipse Cross, а также обновленный бампер. Скорее всего колесные диски будут другого цвета. Что касается двигателей, то линейка останется прежней. Моторы станут чуть мощнее и экономичнее. В России по традиции будет популярен дизельный. Презентация в 2019 году. Так какое будущее у этих гигантов? Удивительно, но здесь производители тоже уделяют внимание дизайну. Они станут более элегантными и обтекаемыми. У всех увеличится мощность двигателя. И конечно, к ним применимы современные технологии. Ожидаются даже гибридные версии. Поклонников этого класса немного, но они ему очень верны. Так что будущее их безоблачно. Потому что самое главное возможности этих автомобилей. Альтернативы им пока нет.